Эпиграф И понять все их могущество Напоминаю также Это тут часть моей новой публицистической книги Были ли Владислав Крапивин и Михаил Ахмаров Членами тайного общества диск Она сборник моих отзывов На книги указанных писателей С учетом их возможной Конспирологической составляющей Предыдущий отзыв будет на конечной заставке Вот как выглядит обложка книги Электронную версию книги Можно будет приобрести по ссылке По публикации Кроме крупных повестей о Ричарде Блэйде Есть еще и ряд новелл о нем Навала «Дочь» включена во второй том Сборника произведений о Ричарде Блэйде Том называется «Ричард Блэйд. Герой» Написана она вне всякого сомнения Михаилом Нахмансовым Что видно, скажем так, по ряду признаков Но о них лучше в ходе отзывов Ну и как я уже сказал В этой новелле Ричарду пришлось впервые в жизни понять Что способности прямого луча существуют Равно как пришлось понять и все их могущество Вот как выглядит обложка сборника Если смотреть по многотомнику То «Дочь» это седьмое произведение Ричарда Опубликованное в России Но по внутренней хронологии оно похуже первое Во всяком случае я не встретил более раннего Если встречу, то в процессе дальнейшей работы акцентирую на этом внимание Действие рассказа происходит в 1959 году В некой африканской стране Ричард еще молодой лейтенант И это его первое серьезное боевое задание Он командир крупного партизанского подразделения Как я понял, эквивалентного батальона В стране, правительство которой прокитайское, а не просоветское Главный признак, что автор наш Правительственная армия, тем не менее, вооружена советским оружием Что, впрочем, понятно У повстанцев же с оружием полный финиш Они на каждом шагу вынуждены пользоваться луками и стрелами Однако талант офицера у Ричарда проявился уже тогда И его подразделение быстро вооружилось трофейным советским оружием Более того, оно стало самым боеспособным партизанской армией повстанцев Однако закончилось это плохо Командование начинает использовать его подразделения в самых гиблых местах Но его отряд справляется с самыми безнадежными заданиями Заканчивается это тем, что за голову Ричарда правительство назначает большую награду И против него бросают самое лучшее правительственное подразделение и самую лучшую боевую технику Особая неприятность ему доставляют правительственные вертолеты Кстати, советского производства вертолета или нет, не уточняется В конце концов его отряд полностью блокируют в джунглях И прямым попаданием ему разбивают рацию Он посылает за новой рацией связного Но тот не возвращается Он посылает группу людей с тем же результатом Он понимает, что через патрули правительственных войск его людям не пройти Их обложили слишком сильно Единственный шанс, следующую группу нужно возглавить ему лично Это сработало Но когда они возвращаются обратно, правительственные войска устраивают настоящую охоту за его группой И группа оказывается прижата к большому болоту И единственный шанс добраться до подразделения, это пройти через это самое болото Но болото это ровная местность Джунгли там не спрячут А их постоянно преследуют 4 правительственных боевых вертолета Ночью болото не пройти Оно почти непроходимое Днем же вертолеты расстреляют его группу с воздуха, как говорится, в 6 секунд Ричард понимает, что это конец Сам бы он еще мог уйти Но если он бросит свою группу, то она обречена Какое-то время он мучается над моральной дилеммой Но в конце концов приходит понятному выводу Его долг погибнуть вместе со своими солдатами Вот тут собственно и начинается интрига рассказа Один из солдат друг говорит ему, что они находятся недалеко от его деревни А его дед колдун, Бвала Более того, он великий колдун Ричард, понятно, охреневает от такой заявочки Он тогда еще, как и прочему большинство людей В конце 50-х годов Материалист, скажем так, аж на 1000% Но он понимает, что и терять им нечем Им всем осталось жить всего несколько дней И он соглашается вместе с солдатом нанести визит Великому Бвала Я не могу рассказывать, что было дальше Чтобы не раскрывать сюжет Но Ричарду приходится убедиться на собственном опыте Что магия африканского колдура Очень даже может противостоять Четырем новейшим на тот момент боевым вертолетам Причем противостоять так, что туши свет кидай гранату Это далеко не единственное, что ему пришлось узнать и понять Благодаря знакомству с Великим Бвала Если понравился ролик, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Делитесь роликом в социальных сетях О других ресурсах Пишите комментарии Смотрите мои аналогичные ролики Какие именно вы видите в подсказке И на конечных заставках Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok